Добрый день, друзья! На нашем телеканале пришло время спортивных новостей в эфире программы «Овертайм». Благотворительный турнир по лазертаку, организованный военно-патриотическим клубом «Бригада», совместно с Советом по работе с молодежью Северского трубного завода, состоялся 11 сентября в лесном массиве между лыжной базой физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода и вторым микрорайоном «Зеленого бора». Шесть команд боролись за звание называться «Сильнейший». Подобные благотворительные турниры по лазертаку стали в Полевском уже традиционными, и данное мероприятие должно было состояться еще летом, но из-за плохой погоды его пришлось перенести. В этот же раз организаторы учли опыт прошлых соревнований и предусмотрели все, чтобы турнир не сорвался. Лазертак – интересная игра, она подходит идеально как раз-таки для молодого поколения, для тех ребят, которые родители переживают за синяки после патронов, которые бывают в пейнболе, в страйкболе. Здесь нет контакта такого, конечно, но и тоже азарт, он присутствует, войнушка есть войнушка. Проект направлен на оказание помощи детям с заболеваниями головного мозга. Программа реализуется благотворительным фондом «Синара» и СКБ «Банком» совместно с областной детско-клинической больницей номер один Екатеринбурга. Все собранные средства, а это 6 тысяч рублей, будут направлены маленьким пациентам, которые в настоящий момент проходят лечение в Центре онкологии и гематологии областной детско-клинической больницы. Всего в турнире приняло участие шесть коллективов, которые между собой и разыграли призовые места. У нас, к сожалению, не пришли команда СПЦ и команда ПТС, так как сегодня идет капитальный ремонт в электростайле плавильном цехе. Кто-то не первый раз, команды многие пришли первый раз. Как вы сами видите, очень много взрослых с детьми, это интересно. Но лучше дети будут играть в лесу, бегать, чем сидеть за компьютером и нажимать кнопки. Фавориты? Честно, не скажу еще, пока вот две игры прошло, игра такая, борьба идет очень серьезная. Совет по работе с молодежью Северского трубного завода постоянно помогает с проведением подобных турниров по лазертагу. И в этот раз не остался в стороне. Сегодня мы тут обеспечиваем музыкальное сопровождение. Впервые попробовали тут немного сделать праздник из того, что происходит. То есть не только спортивные соревнования, но и добавить озвучки этого мероприятия. То есть посмотрим в будущем, наверное, так всегда и будем. Хочется сделать из этого турнира не просто стрелялку, а настоящий праздник, чтобы люди сюда шли и поболеть за командой, и поучаствовать. Команда, сформированная из школьников и нарекшая себя «Дрова», одержала пять побед и по праву заняла первое место. Игра интересная, много ощущений. Главная тактика в этой игре и сплоченность команды. Антроповцы с четырьмя победами в активе заняли второе место. Три сборные, Ратник, Зазули и Алеши одержали по две победы и разделили между собой третью строчку. Команда «Светлячки» проиграла все сражения и замкнула турнирную таблицу. Команда-победитель получила подарочный сертификат на игру «Лазертаг». А после турнира состоялась товарищеская игра между зрителями, в которой играли маленькие дети со своими родителями. В общем, все получили массу положительных эмоций. В четверг, 15 сентября, на лыжной базе физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода состоялся товарищеский матч между воспитанниками Северского детского дома и футболистами команды «Урал-2», организованной Екатеринбургским футбольным клубом «Урал», благотворительным фондом «Синара» и Северским трубным заводом. В мае этого года на стадионе «Школьник» состоялась дебютная благотворительная акция, организованная футбольным клубом «Урал» и благотворительным фондом «Синара». Тогда игроки команды «Урал-2» провели товарищеские матчи с воспитанниками трех полевских социальных учреждений. Мероприятие всем понравилось и новая акция не заставила себя долго ждать. Это хорошая традиция, которую мы планируем продолжать в течение года. То есть это не разовая акция, проект будет продолжаться. То есть дети с футболистами начали очень хороший язык общий. Они очень радуются каждому приезду для себя и еще авторитетом. Для многих это, наверное, какая-то очень отличная мотивация для того, чтобы развиваться в этом направлении, заниматься футболом, мечтать и добиваться целей. В футбольном клубе «Урал» регулярно проводят подобные благотворительные акции по всей Свердловской области. И для полевчан стал хорошей традицией приезд игроков второй команды главного клуба нашей области для проведения товарищеских матчей с воспитанниками социальных учреждений нашего городского округа. Как признались тренеры, порой даже отменяют тренировки ради таких поездок. Мы очень рады, что нас все время приглашают сюда. То есть приезжали в начале лета, здесь все очень понравилось. Провели небольшой спарринг с ребятами. Море позитива, море хорошего настроения. То есть всегда рады приехать, откликнуться на просьбу. Для ребят из детских домов, как считаете, важны такие встречи? Я думаю, очень важно для них это видеть, грубо говоря, своих кумиров где-то вживую, в лицо с ними, познакомиться, пообщаться в неформальной обстановке. То есть я думаю, это очень большой плюс для них. После непродолжительной разминки начался непосредственно товарищеский матч. Уральцы старались играть комбинационно красиво, много финтили, демонстрировали отменный дриблинг. То есть сделали все, чтобы игра смотрелась дрелищно. Юные полевчане старались компенсировать разницу в мастерстве огромным желанием победить и настроем на игру. В середине встречи команды обменялись футболистами. В сборную Северского детского дома вошла пара игроков «Урала-2». В обратном направлении проследовало двое юных полевчан. Таким образом, на футбольной площадке все смешалось. И встреча начала носить поистине товарищеский характер. Хотя заруба пошла самая настоящая. А во втором тайме команды, вдобавок ко всему, еще и обменялись фратарями. В итоге матч завершился боевой результативной ничьей со счетом 8-8. В завершении футбольного поединка команды посоревновались в пробитии пенальти. В этой серии шестиметровых ударов преуспели воспитанники Северского детского дома. А их вратарь Саша Искандаров, отразив два удара, удостоился футболки от футбольного клуба «Урал». Поиграли нормально. В серии пенальти сейчас два мяча отбил. Как так получилось? Учился. В дальнейшем это планируешь? Футболом заниматься? Да. На тренировки хожу. Все равно очень приятно играть с ребятами. Получаем такое же удовольствие, как и они. По окончании матча ребята сделали совместное фото на память, а затем все по традиции отправились в Северский детский дом, где юные полевчане за чашкой чая пообщались с футболистами. А 17 сентября воспитанники Полевского социального учреждения побывали на домашнем матче «Урала» с Махачкалинским «Аджи», который, к сожалению, завершился поражением «Уральцев» со счетом 0-1. 10-11 сентября на стадионе «Школьник» проходил фестиваль «Футбольная страна-2016». Более пяти лет в середине сентября на территории всей Свердловской области ребята разных возрастных групп выявляли сильнейших на футбольном поле. Но в этом году в нашей области подобные соревнования по различным причинам не проводились. Однако в Полевском решили не бросать эту традицию и провести городской фестиваль «Футбольная страна», который в этом году приурочен к 45-летию детской и юношеской спортивной школы. В рамках нынешней футбольной страны по традиции проходили турниры по четырем возрастным группам. Команды, составленные из сборных школ города, собрали 340 участников. В субботу на искусственном поле стадиона «Школьник» соревновались младшие школьники 2006 года рождения и младше и 2004-2005 годов рождения. А в воскресенье на поле вышли уже ребята постарше – 2002-2003 годов рождения и самые старшие ребята – 1999-2001 годов рождения. Таким образом, практически каждая городская школа была представлена на данном футбольном фестивале. Все управления образованием отнеслись с пониманием, физруки сопровождают команды, то есть как-то мы все вместе сплотились. Глава поддерживает это мероприятие, у нас всегда открытие прошло. В свое время футбольная страна в Полевском началась благодаря тренеру детской и юношеской спортивной школы Алексею Федоровичу Фарнину и с тех пор собирает под свои знамена школьников полевских образовательных учреждений. Многие ребята – воспитанники секции футбола спортивной школы, поэтому уровень турнира достаточно высокий. И игры, особенно среди команд старших групп, получались весьма зрелищные. Плюс ко всему, футбольные тренеры на подобных турнирах могут присмотреть себе в команду новых талантливых игроков. Все равно, наверное, кто-то придет к нам заниматься в детскую спортивную школу, кто-то уже занимается. Поэтому футбольные у нас, футбольные тренеры не знают, что такое там ненаполняемость групп, всегда отбоя нет. То есть на тренировку приходит группа по 30 человек, нам удевать некуда, мы задыхаемся, залов не хватает нам. То есть вот так, как-то будем выходить из положения, ну пусть дети занимаются. Самое главное, что они заняты делом, что не болтаются где-то по улице, занимаются футболом. В итоге среди команд младшего возраста победителями стали ученики восьмой школы. На втором месте – восемнадцатая, на третьем – тринадцатая. Из восьми команд, составленных из ребят 2004-2005 годов рождения, сильнее всех опять оказалась сборная восьмой школы. Далее снова расположились ребята из восемнадцатой, а вот замкнула тройку сборная четверки. Традиционно на соревнованиях было и много зрителей, большинство из которых родители и играющих ребят. Родители эмоционально болеют, поддерживают, даже судьи замечания делают. На судейской предупредили, чтобы сильно не кричали, не ругались, а то дети стесняются. Ну, все равно вот хорошо, что мы все-таки проводим. Как бы ни тяжело нам, каждое воскресенье получается, суббота-воскресенье, у нас какое-то мероприятие. Воскресенье мериться силами предстояло сборным школ города 2002-2003 годов рождения. Здесь из десяти команд одна сборная состояла из девушек, а победу одержали воспитанники семнадцатой школы. За их спинами остались четырнадцатая и восьмая. И последними на футбольное поле вышли ребята старшей группы 1999-2001 годов рождения. Из восьми команд сильнейшей снова стала сборная восьмой школы. Второе и третье места за двадцать первой и четвертой школой соответственно. Все команды-призеры были награждены кубками и медалями. Новую порцию спортивных новостей смотрите на нашем канале ровно через неделю. А пока новости и не только спортивные, вы всегда можете узнать на нашем сайте channel11.ru. На этом у меня на сегодня все. Продолжайте смотреть овертайм, болейте за наших, занимайтесь спортом. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok